Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Отличнейшего вам настроения! Сегодня катаемся на WZ-122TM. Это у нас китайский премиум танк 8 уровня. И мы его получили абсолютно бесплатно за просмотр трансляции Blitz Cup вместе с Centurion МК-51. На него я уже делал обзор, можете посмотреть на моем канале. Сегодня у нас на WZ, я обещал, что сделаю. В общем, давайте первым делом заедем в бой. Не забудьте поставить видосико лайк и подписаться на канал. Будет еще много интересного. Стараюсь максимально полезное видео делать для вас. WZ-122TM, в принципе, неплохая машина на своем уровне. Но, честно говоря, если сравнивать его с той же Химерой, то немножечко, мне кажется, он не дотягивает. В принципе, есть кое-какая броня, но с подвижностью реально большие проблемы. Вот, в принципе, неплохая Альфа в 400 единиц. Забронированная башня. То есть, в целом, есть у танка все, чтобы нагибать. Но не сказать, что этот танк прям... Вау-вау-вэст супер. Вот, сейчас попробуем максимально вам все это показать. Многие скажут, что, наверное, имба. Но, не знаю, мне так, по крайней мере, прям сильно не показалось. Ну, давайте попробуем в кого-нибудь пострелять. Сейчас выберем для себя цель, так сказать. Так, шпиц, привет. Отлично. Первый снаряд залетает во врага. Так, заряжаем адреналин. Может, кого-то успею еще прострелить. Шпиц. Успею? Нет, не успел. Жаль. Ну, видите, 10 секунд перезарядки. В принципе, не сильно долго для Альфы в 400. На восьмом уровне более-менее нормально. Так, заряжаем. Ого! Натанковал. Ну, видите, в принципе, броня есть. Вот, то есть, 3 снаряда я только что танканул реально. Так, даже четвертый, видишь, еще танканул. То есть, в принципе, ну, более-менее неплохо танкует. Вот, но тоже надо уметь, как бы, использовать эту броню. Потому что нижний бронелист пробивается легко. Вот, в башне тоже есть уязвимые зоны. Более-менее, в принципе, как бы броня есть, но ее надо уметь использовать. Так, ну, хорошо, давайте еще. Тигр, держи еще снарядик. Так, отлично. Так, ну, видите, как даже с помощью меня, так сказать, мы пооборонялись. И, собственно говоря, так сказать, враги ушли назад. Так, отлично. Надо давить, давить, ребят. Так, шпица мы отсюда не дострелим. Ну, ВНов, кстати, не хватает. Всего минус 7 градусов. Не всегда этого реально хватает, к сожалению. Вот, то есть, не всегда за бугорки сможете пострелять. Ну, вот это ха мы еще обязательно сегодня разберем. Так, шпица успеет стреляться. Фугасиком держи, братан. Отлично. Так, прожета. Ну, зря химера так и промечиво заехала. Три врага со всех сторон будет по нему стрелять. И он сейчас просто откисает. Так, прожета. Держи. Отлично. Так, забираем врагов. Ну, союзники хорошо помогают. Молодцы, молодцы. Давим. Отлично. Оборонялись сначала. Сейчас давим. Так, поре успеем. Отлично. Шикарно. Ну, видите, какой. Вот, вон, медленно поворотливый такой танчик. Действительно, вот, очень грузно разгоняется такой. Вот, реально, я бы сказал, что это, что-то среднее между тяжелым танком и, вот, средним, наверное. Вот. Ну, примерно такая у него подвижность. Так, тут красная. А, вот, все, добираем ЛТТБ. Ну, вот такой вот у нас бой получился. Ну, в целом, я бы сказал, что ВЗ-шка достойный. Танк, действительно, ВЗ-122ТМ может что-то показывать, хорошие результаты. Вот, ну, смотрите, 2700. В принципе, не то, чтобы вау-результат, но, в принципе, довольно-таки достойно на восьмом уровне. Плюс, смотрите, натанковали. Вот, что по фарму. Давайте посмотрим. 77 тысяч, да, чисто мы вывезли. Сейчас посмотрим, есть ли у нас какой-то бустер кредитов. Да, бустер кредитов 10 тысяч. Ну, в принципе, 67 тысяч фарма. Ну, я считаю, в принципе, неплохо. То есть, да, такой урон. Вот, ну, мне кажется, что коэффициент фарма 170 где-то. Ну, может, 175 процентов. В принципе, танк более-менее фармит. Давайте посмотрим на сравнение танков. Вообще, накидал для сравнения, вот, восьмерок. Сначала с большой альфой, потом с альфой чуть поменьше, но более-менее похожих по геймплею. В первую очередь, буду сравнивать с химерой, потому что по геймплею это очень похожие танки. Прям очень. Я реально много откатал на химере. И я вам скажу, что ВЗ-шка это прям, ну, практически копия химеры. Только, ну, немножко с другой, другим видоизмененным, так сказать, корпусом и башней. Смотрите. ДПМ, в принципе, ну, такой. Вполне себе обычный. Для Альфы в 400. Вот, ничего особенного вы здесь не увидите. Вот, у химеры альфа 440. То есть, здесь химера выигрывает, да? Плюс, смотрите, пробитие 203. Этого не всегда хватает на восьмом уровне. Часто придется заряжать голду. Вот, у химеры пробитие 218. Здесь она тоже выигрывает. ДПМ, считайте, что одинаковый. На голде пробитие очень хорошее. Вот, у ВЗ-шки это плюс. То есть, она переплевывает по пробитию многих СТ-шек на восьмом уровне. Именно по пробитию на голде. Кумулятивные снаряды. Ну, кумулятивные-то не всегда хорошо, но все равно пробитие очень достойно. Вот, и фугасы. В принципе, если так сравнивать с той же химерой, пробития не хватает. Альфа 500 неплохо. То есть, тут все хорошо. Вот, что именно важно еще сказать. Что перезарядка, в принципе, довольно-таки долгая. Вот, ну, я бы не сказал, что она прям сильно долгая. Вот, но 12 секунд это почти все равно неплохо, так скажем. Вот, что еще важно сказать, что сведение не сильно крутое. Вот, ну, у химера оно хуже. Вот, но разброс, ребят, вот разброс, это честно, это прям жесть какая-то. Часто не лепит в центр круга. Вот, реально не попадает на дальние дистанции. Вообще, я вам категорически советую поставить здесь в оборудовании именно сбалансированное орудие. Вот, ну, как бы потому, что оно компенсирует хоть какой-то разброс. Вот, в принципе, стабилизатор сильного такого прям прироста вроде бы не дает. Ну, я игрался и так, и так. Ну, не знаю, даже, честно говоря, я не смог найти тот самый баланс, который дает вам комфорт орудия. Честно говоря, ни стабилизатор, ни сбалансированное орудие мне не понравилось. Все равно орудие не попадает. Вот, часто вам приходится сближаться с врагом для того, чтобы хоть как-то попадать. Потому что на дальней дистанции танк просто не стреляет. Вот, ну, я выбрал все-таки сбалансированное орудие. Оно дает нехилый такой прирост, собственно говоря, к разбросу. Поэтому, ну, я думаю, что, наверное, стоит так. Желательно усиленную броню, конечно же, поставить. Подкрученные обороты двигателя. Вот, и здесь усиленные приводы наводки. Ну, понятное дело, на ДПМ. Ну, конечно, если вам не хватает пробития, можете поставить калиброванные снаряды. Но тогда вы сильно потеряете в ДПМе. Лучше их не ставить. Лучше поставьте досылатель. Вот, это мы по оборудованию прошлись. По амуниции, в принципе, и снаряжению. Здесь все достаточно стандартно. Ничего здесь нового вы не увидите. Здесь никаких интересностей особо нет. То есть, как бы... Вот, что еще тут важно знать? Что стабилизация? Не очень хорошая. То есть, в принципе, прицел так сильновато расходится при движении, повороте башни и корпуса. Вот, и УВНы. Вот, по сравнению с Химерой, это просто небо и земля. Здесь минус 7, здесь минус 10. Пушка гнется вниз плохо. Реально плоховато. Вот, за всякие бугорки нечасто вы сможете пострелять. Вот, в отличие от Химеры, Химера более современный танк в этом плане. Вот, и плюс Химера выигрывает еще и по разбросам. Вот, так что с УВНами проблемки. То есть, в хламнистой местности танк чувствует себя плохо. Вот, что еще тут, если сравнивать с той же Химерой, да? Вот, танк сильно проигрывает в подвижности. Мне вообще не понравилась подвижность этого танка. У него не очень большая максимальная скорость для СТшки. Это вообще мало, 45 километров. Вот, и удельная мощность. Ну, оставляет желать лучшего. Проходимости по грунтам самые худшие, наверное, из всех подобных танков. Вертиться на месте очень плохо. Считайте, практически как тяжелый танк. Вот, то есть, ну, единственное, что еще какой-то плюс, это маскировка. То есть, ну, по подвижности здесь все плохо, ребят. Очень плохо. Мне не понравился этот танк. Вот, такое ощущение, что как будто вы в масле двигаетесь. Вот, как будто, вы знаете, вас погрузили реально в масло, и вы пытаетесь ехать. Вот, ну, это какой-то ужас. Вот, доходность, я уже сказал, где-то 170-175%. Танк фармит, в принципе, с этим все хорошо. Что понравилось, это количество ХП. Оно одно из самых лучших на уровне. 1450, с этим все хорошо. Броню еще отдельно покажу. Смотрите, процент побед, в принципе, довольно-таки неплохой. То есть, я не скажу, что танк плохой. Да, у него есть минусы, то есть, но танк играется, в принципе, более-менее неплохо. Может, я еще какой-то дзен на нем не нашел. Потому что он только недавно у меня в ангаре. Но, в целом, я вам скажу четко, что Химера точно лучше. Вот, если у вас есть выбор взять ВЗ или Химеру, то обязательно берите Химеру. Вот, ВЗ не дотягивает до нее. Но, в целом, все равно танк годный. Я вообще ВЗшку когда-то хотел взять за 12,5 тысяч золота. Мне так подмывало, мне так хотелось прям этот танк. Но, честно, я понимаю, что он этого не ставит. Ему максимум красная цена это 8,5 тысяч голды. Вот, больше я бы за него точно не заплатил. Давайте еще вообще посмотрим на броню. Смотрите, вот так выглядит ВЗ-122 ТМ в прицеле танков 8 уровня. ВЛД красноватый, но пробивается, в принципе, достаточно легко. НЛД полностью серый, пробивается без проблем. Боковые сквозики, вот эти небольшие, они танкуют. Здесь много брони. Вот, и башня, в принципе, красновата. Но, есть уязвимые зоны. Вот, все равно, видите, танки 8 уровней пробивают. Плюс огромные, просто нереально огромные командирские башенки, которые тоже пробиваются и выцеливаются очень легко. Вот, это реально проблема. Это частая проблема МВЗ. И, смотрите, если зарядить голду, в принципе, ситуация не сильно меняется. Открываются немножечко уязвимые зоны возле маски орудия. Вот, ну и ВЛД уже пробивается тоже легко. Вот, так что, в принципе, броня, как бы, есть номинально, но ее часто пробивают. Даже если ВЗ доворачивает корпус, вроде бы, ВЛД все равно красноватый, но все равно пробивается достаточно легко. Вот, но борт, надо отдать должное, в принципе, забронирован неплохо, плюс бортовые экраны, как бы, делают свое дело. Вот, так что, в целом, ну, борта, забронированную ВЗ еще неплохо. Но ВЛД, как видите, не танкует абсолютно ничего. Если же посмотреть на схему бронирования, то станет ясно, что, в принципе, здесь еще бортовых экранов понавешивали нехило так. И от кумулятивных снарядов они будут спасать. Вот, и также поглощать часть фугасного, так сказать, урона. Сзади корма забронирована очень плохо, поэтому, честно говоря, я бы корму вообще не подставлял, потому что от какого-нибудь фугасного монстра, типа, там, Крушителя, или Сушки, или Ваффентрагера, можно получить реально на косарь урона. Поэтому, в целом, вот, корма самое такое уязвимое, реально, место ВЗ. Вот, так, в принципе, я же говорю, броня есть, но вот в эти вот линии пробивается. Командирские башенки, смотрите, какие огроменные, просто как будто лифчик сверху нацепили. Вот, и, честно говоря, этот лифчик пробивается очень-очень легко. Так что, в целом, брони у ВЗ, ну, не то, чтобы сильно много, вот, честно говоря, по броне он мне понравился гораздо меньше, чем та же Химера. Вот, опять же, сравниваю с ней. Так что, давайте еще боечек покатаемся и посмотрим в бою, что за танк. Поехали. Ну, многие говорят, что ВЗ-122ТМ это МБА, МБИ еще там, супер-мега-танк, но я бы так, наверное, и не сказал. Танк, действительно, достойный, хороший, годный, вот, все его почему-то очень сильно пиарят, говорят, что это прям супер, там, а вообще нагибатор адский, короче, ну, я бы так не сказал. Наверное, просто танк, наверное, не дотягивает до тех танков, которые у меня уже есть в ангаре некоторых. Вот, и у него реально, ну, многовато минусов. Он действительно, ну, может показывать хорошие результаты, но для этого надо стараться. Вот, на некоторых танках это сделать гораздо проще. Так, ну, давайте я стараюсь аккуратничать, не лезть на врага, потому что направо у нас никто не поехал на направлении СТ-шек. Сейчас попробую здесь кого-то пострелять, может, кого-то подловлю. Стараюсь, видите, как максимально аккуратно играть, потому что, ну, танк тоже, не то чтобы сильно прям терпит ошибок, вот, там, по-моему, сломалась машинка, как будто кто-то проехал, но я никого не засветил. Может, прострелили так сбоку? Непонятно. Ну, жду максимально, выжидаю кого-то подловить. Так, никого нету. Странно, ну, там кто-то постреливает явно с той стороны. Не хочу врываться, там, по-любому СТ-шки. Так, К-91 Бёрн, Бёрн, поехал. Так, враг обнаружен, кого мы обнаружили? Ага, Бурасик, да? Хорошо, я понял. Надо ехать помогать, К-91, наверное. О, Мистер Пантера. Видите, танк танкует, то есть танк может реально танковать, вот, особенно с дальней дистанции, но на ближних, конечно, будет вас пробивать. Так, К-91. Поигрываю... О, здравствуйте. Отлично, С-8 получает. Стараюсь поглядывать во все стороны, надо давить направление тяжей, ребятам помогать, потому что что-то они как-то долго давят. Так, сейчас будем забирать вот этих ребят. Видите, долго, долго еду, долго еду, реально долго. Отлично. Так, 68 получает, заряжаем адреналин. Я не успел добрать, ничего страшного. Так, Пантера опять получает, бедняга. Так, надо прятаться, прятаться, как-то играть от башни здесь. Так, там у нас Центурион, главное, чтобы сбоку не заехал. Так, сделает ошибку. Да, отлично. Бурасик делает ошибку. Так, хорошо, отлично, отлично. Пока все хорошо идет. Центурион, надо не подставляться. Давайте ромбиком попробуем обратным. Не, видите, все равно пробивает. То есть на ближних дистанциях пробивает легко. То есть, ну, не то чтобы сильно часто там танкует. Так, хорошо. Бурасика... Ай, фу, я думал сейчас получу. Так, надо объезжать этих ребят. Очень-очень долго, вот неповоротливость вот этого танка, она убивает иногда. Она просто... На СТшку танк вообще не похож. Как будто на тяжелом танке играете, как съехала башня. Прикольно. Так, ну что? Ксор. Так и получил от него. Так, от Бурасика не подставляемся. Ну, плюс долговатая перезарядка. Конечно, не такая долгая, как у некоторых, но все равно. Так, Бурасик. Есть, отлично. Добрали Бурасика. Ну, вот такой вот танк, ну... Я же говорю, вот, скорее, если воспринимать его как тяжа, вот, ну, наверное, тогда будет играться гораздо проще. Потому что вот как тяж этот танк, ну, наверное, больше подходит, я бы сказал. Косу смерти даже заработал. Вот, ну, в принципе, я же говорю, что-то пофармить можно. Видите, как что-то настрелять тоже можно. Короче, ВЗ, в принципе, ну, более-менее годный танк. Ну, я откатал уже какое-то количество ОБХ. Я вам скажу, что далеко не всегда танк настреливает такие суммы урона. Во, редко вообще можно нормально реализовать. Ну, к нему просто, наверное, надо привыкнуть. Вот такой вот у нас ВЗ-122ТМ. Он интересный, интересный, реально достойный средний танк. Ну, я бы его, скорее, отнес бы более к тяжелым танкам. Потому что он, по геймплею, больше похож, наверное, на тяжелый танк. Если его воспринимать как тяжа, то, в принципе, тогда будет вам, наверное, максимально все понятно. Потому что если вы будете ехать на направлении эстет, вам не будет ни хватать ни подвижности, ни какого-то комфорта орудия у этого танка нет. Брони тоже вроде как, ну, как бы, ну, хватает, но вот как для тяжа не хватает. Короче, такое, немного диссонанс вызывает этот танк. В принципе, он годный. Я не могу сказать, что он плохой, но он не стоит тех сумм, за которые его продают. Его часто продают, там, за 12 тысяч голды, за, может, за 10 тысяч голды, там. Ну, не берите его за такие суммы. Максимум, что я бы за него отдал, там, 8-8 с половиной тысяч. Вот, как-то так, ребят, с вами был Ежаня. Великолепного вам, отличнейшего супер настроения. Вот, удачных вам боев. Надеюсь, вы тоже забрали этот танк с Блицкапа, и вам повезло, потому что не так просто было его забрать. С вами был Ежаня еще раз. Спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить в дочку лайк, подписаться на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok